Здравствуйте, дорогие мои друзья! У нас с вами прямой эфир, как и было обещано. Я благодарю всех, кто уже подключился. Хочу буквально сказать несколько слов вступительных. Дело в том, что когда я опубликовал афишу в социальных сетях, у некоторых вызвало недоумение название прямого эфира «Без мата и автомата нет русского солдата», но, возможно, они не обратили внимания, я говорю только о некоторых, что вопросительный знак следует за кавычками. Поэтому это не мои слова. История такова. Ко мне на днях обратился такой человек интересный, он режиссер, зовут его Демин Валерий Ефимович. Он написал следующее. Я просто беру фрагмент из его письма. В связи с видеоматериалами, которые идут к нам прямо из первых рук, с фронтов на Донбассе, пишет Валерий Ефимович, особенно актуально звучат ваши слова, это он ко мне обращается, о сквернословии. Иногда, когда слышишь радостные комментарии матом наших бойцов при попадании их снаряда в цель и тирады в камеру командиров о том, что, а вот теперь та самая цитата из письма Валерия Ефимовича, «Без мата», то есть это слова командиров, дескать, такая, давайте, бравада, дескать, «Без мата и автомата не будет победы у русского солдата», начинаешь сомневаться, что победа будет за нами. Конечно, бесспорно, что больше сквернословия звучит со стороны противника, но все же думаешь, что освобождение русских от мата, мне очень понравился постулат, должно быть одним из пунктов деностификации Украины. Ну, разве можно с этим не согласиться? Итак, начнем. В самом деле, да, еще хочу сказать слова благодарности, особенно моим друзьям, воистину друзьям, мы друзья по духу, это очень важное такое единение. в сети «Контакт», потому что это на сегодняшний день самая активная социальная сеть, с которой я присутствую, за многочисленные комментарии, за поддержку, я, конечно, целиком и полностью, родные мои, соглашаюсь с вами. И вместе с тем хотелось бы сказать какие-то важные слова. Во-первых, это совершеннейшее безобразие, матерная ругань русских воинов, она присутствует. Я, понимаете, тоже в свое время служил в советской армии, если кому-то интересно, это были 1976-1977 годы, я после окончания института, у нас был педагогический институт русского языка и литературы, так называемый «девчоночек», мальчиков было все-таки гораздо меньше, чем девушек, и поэтому у нас не было военной кафедры, а так, как в традициях нашей семьи, начиная от моего прадеда, вообще от основателя нашей фамилии, «Сотника Розабека», вот, у нас все мужчины имели два высших образования. Первое было всенепременно военное, все у нас мужчины, и отец мой, покойный дядя, дед, в доме, в котором я рос, все прадед, они все были кадровые офицеры, а потом получали второе гражданское образование, там дядя был врач, отец инженер, дед историк, и так далее, и так далее. Вот там, радик, переводчик. Так вот, хочу вам сказать, что меня шокировало, я ведь еще бакинец, у меня на родине не принято ругаться матом. Там, если человек слышит матерный руган, он воспринимает это, обращенное к нему лично, да, к нему лично, и поэтому, а это восток, понимаете, там очень дорожат такими понятиями, как честь, мать, это все святые понятия, мать, сестра, жена, дочь, понимаете, какое дело? Да, это такая особенность востока, это одна из замечательных скреп, и когда-то так было на Руси, я знаю это точно, во всяком случае, в русской армии, при царях наших, за матерную ругань сурового короля. К слову я хочу вам сказать, что за сквернословие, специально занимался этим вопросом, есть кому-то интересно, вот самый объемный труд мой, посвященный русскому языку, сейчас как раз вот пришло переиздание книг, вот это русское солнце, новые тайны русского слова, я вам пишу довольно подробно о том, как вообще прослеживаю историю этого вопроса, я вам хочу сказать, что даже еще в Ветхом Завете, в Ветхом Завете, есть, у меня есть сноски, вот книги Ветхого Завета, где сурово, сурово карается сквернословие, то есть, что значит сурово? Побивание камнями, да. Почему к этому такое отношение? Чуть позже буквально наберите терпение, я скажу. Дело в том, что если солдат, я сейчас говорю о русской армии, чуть позже я скажу очень важные слова, события, ну, Украина нас к этому подвинула, потому что какие-то качественные новые вещи возникли в нашей армии, да, вот, для русского солдата, для православного человека, это, ну, просто, скажем так, крещено, потому что православный-то никогда ругаться не будет, это все-таки не одно и то же, да, крещение не делает тебя автоматически, и христиане ничего подобного, им надо, если перефразируем Игоря Северянина, который когда-то сказал, родиться русским слишком мало, им надо быть, им надо стать, вот я хочу сказать, что сам факт вот этого таинства, величайшего таинства крещения, оно не делает человека христианином, оно просто дает допуск, допуск, да, право, возможность участвовать в церковных таинствах, да, поэтому, что, почему это страшно, ну, вот, у нас как-то один из прямых эфиров, а может и не один, был посвящен как раз этой проблеме, не просто сквернословию, а материну, это не одно и то же, и это мерзость, и это мерзость, да, как бабушка моя мудро говорила, речь идет, конечно, о ядовитых змеях, потому что это такая аллегория, она любила говорить, будь прокляты и белые змеи, и черные, если змея ядовитая, какая разница, какого она цвета, понимаем, да, и все-таки надо различать, над сквернословие, и матерный ругань, так вот, сейчас скажу тезисом, так как мы буквально недавно об этом говорили, значит, матерный ругань, это хула, оскорбление, глумление, над величайшим таинством православной, величайшей тайной православной веры, это преснодевство, пресвятой владычицы нашей Богородицы, поэтому, а теперь представьте, значит, вспомним слова Александра Васильевича Суворова, да, с тихо-радостью недавно узнал, то чай уже много лет этого, что кажется, кажется, потихонечку готовится, давно пора, ну, всему свое время, понятно, я немножко вот, ну, нетерпение проявляю, понятно, потому что очень люблю Александра Васильевича, значит, готовится, как я узнал, прославление величайшего нашего полководца, да, так вот, давайте вспомним слова его, удивительные, когда он восклицал, молить, обращаясь к воинству русскому, он говорил, молитесь Богу, от него победа, он наш генерал, вот кто-то, может быть, когда-то я сам задался этот вопрос, ведь Сувору свою военную карьеру завершил высочайшим званием генералиссимуса, в русских историях всего несколько человек, вот, а почему он Бога называет не генералом, а генералиссимом, дело в том, что, я думаю, что вот эта версия верна, это мое авторское дело в том, что, ведь современники Суворова, и он над этим тоже иронизировал постоянно, как и Шишков позже, вот это засилие французского языка, а во французском языке генераль, это значит главный, почему и у нас там, если совет директоров, там есть финансовый директор, директор по развитию, сегодняшние такие кренделя, как там креативный директор и так далее, вот, и есть генеральный директор, то есть если по-русски сказать, это главный директор, да, вот, поэтому генераль, имеется в виду, что он наш генерал, он главный, конечно, молитесь Богу, от него победа, а теперь скажите мне, господа хорошие, значит, если, а это так и есть, победа, значит, творцом истории, творцом истории, является Господь Бог, да, и он дает, и победу, и поражение, если он считает нужным, я сейчас не о русском, я вообще говорю о вовнестве, значит, как он сказал Господь, сказал, он говорит нам, если мы слышим это на каждый день, якобы из меня не можете творить и ничисоже, да, вот, а теперь представьте, значит, идет войско в бой, помолились, конечно, постились, молились, идут в бой, просят у Бога поддержки, просят победы, победа, удивительное слово русское, то, что приходит по беде, после беды, вот такое интересное слово, да, это исконное русское слово, и параллельно, одновременно, хулят, матерят Бога, ну, как вы себе вообще представляете, ну, как вы себе представляете, то, что я сейчас вот, понимаете, да, к кому я обращаюсь, тоже не раз и не два, сейчас поведаю вам историю, которая приключилась, у меня в свое время, в городе, славном, так любимом мною, городе Казани, в одно из посещений, когда я был в стенах Высшего танкового училища, очень интересное, очень интересное учебное заведение, и там, сейчас я вот расскажу про этот эпизод, где меня попросили, говорят, вообще, вы знаете, такая печаль, я об этом говорю постоянно, ты приезжаешь в какое-то учебное заведение, там, в Уинскую часть, куда, тем у меня около, даже, по-моему, чуть больше сегодня, в авторском цикле у меня, вот у меня начиналось с восьми тем, а сегодня это уже чуть более шестидесяти, причем некоторые темы, это целые циклы, да, скажем, на каком языке разговаривали в раю, или тайна имени, да, и так хочется с людьми поговорить о такой красоте нашего языка, да, а мне говорят, Василий Доч, а можно о мате, вот, к младшим школьникам приходишь, я не утрирую, просят о мате, в консерватории о мате, в воинской, это мы что, мы получаем, что мы превратились, вот за последние десятилетия в страну сквернословящих людей, это ведь так, вы знаете, увы, но мы сегодня говорим о воинстве, тем более сегодня идет такая непростая, весьма непростая военная операция, она стала толчком, вот, для нашего сегодняшнего с вами такого разговора, надеюсь, диалога, вот, так вот, значит, ты идешь в бой, ты просишь Господа избавить тебя от беды и дать победу, чтобы по беде пришла, да, вот эта Виктория, как говорили в древности, и в то же время хулишь, его мать, оскорбляешь, его предчистую мать, и ты ожидаешь победы, почему так сурово каралось сквернословие в рядах русской армии, а потому что сквернословы, матершинники, матерный Руген, Руген, простите, я повторяю, это был в прошлом опере, называется так еще и потому, что хулиться пресвятое имя Матери Божией, поэтому матерный Руген, значит, воин, который в бою в армии, в строю мог себе позволить там ругнуться матом, он воспринимался как диверсант, понятно, то есть ты вредишь, ты мешаешь нашей победе, ты делаешь нечто ужасное, отвратительное, что может отвратить лица Божие от воинов русских, понятно, что происходит, подумайте над этим, поэтому вот эти люди они есть, надо быть, надо смотреть правде в лицо, которые считают, что матерный ругань это некий такой непременный атрибут вообще мужика, такое есть понятие мужик, да, вот, такой, некой такой брутальности, к слову я хочу сказать, что как-то говорил об этом, не надо злоупотреблять словом брутальный, многие, мы же, беда такая, мы употребляем слова, даже не вникая в их смысл, дело в том, что сам смысл, слово брутальный, он совсем не хвалебного свойства, никак не комплиментарный, брутальный это вообще грубый и неотесанный, ну, выкликните в словаре, а у нас оно приобрело, ну, надо ли удивляться, когда мать может сегодня своей дочери сказать, да вот видишь, она у меня красивая и домовитая такая, но стерва такая, характер стерва, или там подруга может подруга, или женщина вообще о себе может сказать, да, у меня стервозный характер, ну, вот муж меня тебе, загляните в словарь Владимира Ивановича Даля, стерва, стерва, это разлагающийся труп какого-то животного, отсюда и соколы, стервятники, которые питаются, то есть это падаль, человек может о себе, о близком, вообще о ком-то такую вещь сказать, а вот привыкли и все, понимаем, что происходит, безобразие, что такое безобразие, давайте припомним, под повторением мать учения, безобразие это потеря нами образа Божия, по которому мы все созданы, задуманы, безобразие это потеря вот этого образа, давайте, возможно, заинтриговал вас, расскажу, что же произошло в танком училище, так как меня там тоже попросили в городе Казани славном, попросили значит воинам рассказать о матерной ругане, именно низковернословеном матерной ругане, я сказал, ну хорошо, хорошо, если это актуально, ну хорошо, хотя собирался говорить о другом, почему там, почему Русь называется святой, я все-таки в конце нашел, минут 20 попросил задержаться, я сказал, почему Русь называется святой, это же очень интересно, вот, а на самом деле так и есть, это же, вообще, ну это другая тема, может когда-нибудь поговорим, и после выступления, я такой, знаете, взволнованный, потому что, ну тема очень тяжелая, всегда для меня, очень непростая, там я запомнил, что одно, там музей свой показали, очень интересный музей, и большая группа офицеров, руководители провожали меня к выходу, и у меня было такие сопровождающие меня лица, и я увидел реакцию двух людей, самое интересное, что оба они были природными русскими людьми, и оба были в звании подполковников, и тот, и другой, я никогда не забуду ни того, ни другого, но по разным причинам, потому что тот подполковник, который сразу после того, как мы вышли из музея, пока спускались по лесу, подошел ко мне, обнял, я увидел в его глазах слезы, это случалось у меня в практике, вот именно видеть слезы в глазах очень взрослых мужчин, может, подполковник, танкоучилища, он был переполнен, он был переполнен благодарностью и раскаянием одновременно. Когда-то я столкнулся вот тоже с такой же реакцией в старинном городке Тверской области Торопец, это родина святейшего патриарха Тихона Беллавина, в этом городе когда-то венчался Святой Благоверный Александр Невский, очень интересный городок, я там бывал когда-то, и вот тоже попросили на конференции выступить, и ко мне тогда Валентин, Царь с Небесным, подбежал этот человек и вот тоже в слезах благодарил, и он даже не остался попить чаю, сказал, так хочу с вами общаться, но я сейчас побегу и своим друзьям расскажу, вот как в Евангелии, помните, иди и смотри, да, вот на фонахе было сказано Филиппом, и потому что, говорит, они этого не знают, ибо не ведают, что творят, это обычная наша история, так вот, он плакал и каялся, и я сказал, ну, Господи, ну подойдите в церковь, покайтесь просто Господу, священнику, да, облегчите, пожалуйста, то, что вам разрешили об этой грехе, я говорю, ну то, что сейчас с вами происходит, вот эти слезы, они просто святые, да, вы душу очистили, это был один подполковник, а другой, хотя и кусанты окружали, потому что я, там время было распитано, меня ожидали уже там в университете казанском, и все-таки пробился ко мне подполковник, и процитировал статью, надо же случиться, я как раз, когда ехал туда на поезде, я прочитал эту статью, кажется, в аргумент факта, она была о том, что во время русско-японской войны японцы, дескать, удивлялись, что русские, когда шли в атаку, матерились, они воспринимали это, что, как, это что, вид оружия у русских, или заклинания, они воспринимали, и он мне говорит, вот видите, ругаться, это совершенно нормально, и даже до революции, то японская война, это не так, давайте вспомним историю, наши, это 1904-1905 годы, это совсем не так задолго, а если вспомнить пятый год, это вообще год первой русской революции, и, сейчас я скажу, не хочу забегать вперед, это не какая-то старина седая, со стягами ходили великие русские воины, которые стали святыми, на которых Иисус Христос, а какой матерный рога вообще, вы можете представить, пересвета Аслябию, Дмитрия Донского, Александра Васильевича Суворова, Ушакова, да, они святые люди, чтобы они там, матерный рога, а он мне говорит, что вот до революции, я ему тогда остановился, а я ему никогда не забуду, моя реакция тоже была такая, я говорю, а вы что думали, вот я сейчас прямо в обрук упаду, от вашего этого факта, я читал эту статью, я ему сказал, а я говорю, вы подполковник, вы офицер, а вы что забыли, позор, японской войны, а? Вы забыли потопленные наши суда, сколько русских полегло там, воинов, русско-японской войне, и именно, не случайно ведь 1905 год, это не только год поражения, да, случилось поражение, это наша история, русской армии, но ведь это год первой русской революции, что, случайны эти события, вовсе нет, я говорю, чем вы хвастаетесь, это та, немного в истории мы найдем войн, когда русские проигрывали, а эту войну мы проиграли тогда, это в 1945 мы, одержали победу, и вот до сих пор эта история с островами, видимо, так и будет постоянно, муссируется этот вопрос, мы проиграли, я ему говорю, так потому и проиграли, что матерились, а почему же тогда армия начала материться, а потому что это тоже, тоже явилось предвестником, одним из печальных, надо же думать, я говорю, вы же мужчина, вы же офицер, вы подполковник, я с ним очень жестко разговаривал, а как надо говорить с человеком, который такой ахиней несет, я говорю, и вас еще допускать, вы преподаете, вы преподаете танцовое училище, здесь получают высшее воинское образование, а я сказал, вы забыли, когда перед тем, как выступили перед воинами, офицерами и курсантами, что я сказал, что я из семьи потомственных кадровых офицеров, которые царю служили, и советскому государству, честью и правдой, как вы преподаете, если для вас это доблесть, матерная ругань, да, одна из главных причин, это я в этом глубоко убежден, слово это имя Бога, почему случилось поражение тяжелое, в русской апостольской войне, это то, что уровень, понимаем, да, нравственный уровень тогдашнего населения уже обнаружил, обнаружил вот эту немощь, которая позже привела к самым величайшему потрясению в русской истории, самому кровавому событию, из-под обломков этой трагедии мы не выкарабкались до сих пор, вот так называемая, велико, никогда язык не повернется, теперь уже называть, октябрьская революция, то есть всенародное помутнение, рассудка, так бывает, с ума может сойти, обезумие, один отдельно взятый человек, группа людей, массовый психоз называется, а может, вот, целый государство, так случается, и даже в Ветхом Завете такое есть, когда народ израильский, кстати, это был единственный народ в мире, то есть была идеальном виде, вот, теократия, то есть это народ, не монархи, нет, что вы, гораздо более высшая форма правления, значит, избранный народ управлялся самим Господом, нам это и присниться не может, а это факт, это история зафиксирована, в Ветхом Завете, священописание, а евреи сказали, а мы не хотим, мы хотим, чтобы у нас были цари, вот как, как у других народов, понятно, да? Это помутнее, не рассудка, вот, поэтому, никогда этим хвастать нельзя, это позорность события, второе, о чем, хочется, если у вас есть там комментарии, я сейчас еще скажу, вот, что-то, чтобы было, да, что обсуждать, в самом начале нашего разговора я об этом сказал, я не первый, который говорю об этом, это очень интересный факт, это тот случай, когда правильно применять слово феномен, что сегодня за русский мир на территории Украины идет битва, вселенская битва за русский мир, в чем сражаются, ну, Господи, с Украиной там столько, так долго и не тянулось бы, понятно, что поставляются и финансы, и наемники, и оружие Запада, использовали эту площадку, но сейчас не хочется над этим, понять, о чем идет речь, дело в том, что впервые, пожалуй, наша история, вот сейчас очень новейшая история, так бок о бок, плечом к плечу, проливая кровь, за русский мир сражаются не просто граждане России, чеченцы, ингуши, татары, башкиры, жители Дагестана, в Дагестане только языков, вот, которые бытуют в Дагестане, переводят страна гор, в Дагестане, 43 языка, да, так называемые, малые языки, но они от этого языка мне быть не приятно, 40, если кому-то интересно, обратитесь, я после эфира вам вышлю перечень таких языков, понятно, да, это люди, которые с измальства воспитаны в исламской среде, в которой матерной ругани быть не может просто определению, и, может быть, для кого-то сегодня будет это в диковину, но именно по этой причине я сейчас позволю себе процитировать священную книгу мусульман, значит, Коран, наверняка многие из вас просто никогда в руках не держали эту книгу, это объемная, непростая для понимания книги, книга, которая состоит из 114 сур, иначе глав, которая делится на аяты, бейты, из первой до последней строчки Коран, это книга, которую мусульмане считают священной, это прямая речь Аллаха, Всевышнего, А еще есть хадисы в исламской традиции, хадисы, это изречение Мухаммеда, которого мусульмане почитают как своего величайшего пророка, поэтому я сейчас процитирую, да, и тот, и другой источник. Дело в том, что согласно Корану, воины исламские, их называют еще шахидами, да, у нас, почему-то этим словом принято называть только вот террорист, который там себя взрывает, дело в том, что слово шахид, это вообще в переводе из кому-то интересное, это свидетель, и даже сегодня у меня на родине, если человек выступает в суде в качестве свидетеля, его называют шахид, или ты шел по улице, на твоих глазах что-то случилось, какое-то происшествие, если это очевидец, у нас это называют словом шахид, а там это называется шахид, почему их называют шахидами, а потому, что они своим подвигом мученичества за веру, воины-то религиозные, они за свидетельство своей веры, не просто вот мы молились, поэтому верующие, а вот это слова ведь Христа, по сути, блажен, кто положил душу свою за други свои, поэтому и в исламе ведь человек когда умирает, его хоронят, ну вообще в идеале там до захода солнца, как и евреи, и обязательно омывают, в мечетях есть специальное помещение, есть такая должность, такой род занятий, мирдащи, называется, там женское отделение, мужское, мраморное ложе, где укладывают поконника и омывают, посыпают розовым тальком, заворачивают в белый саван и хоронят, так вот шахидов не омывают в мечети, их хоронят в их окровавленной одежде, ибо считается, что сама их одежда свидетельствует, вот свидетельство их мученичества, во имя их веры, да, почему я вам говорю, значит, в хадисах, которые приписываются на Мухаммед, есть очень интересный хадис, некий человек подошел к Мухаммеду и говорит, я хочу принять, изъявил желание принять участие в военном походе, пророк мусульман обратился к нему с очень интересным вопросом, вот совершенно неожиданным, да, для нас, он его спрашивает, а у тебя есть мать? Он говорит, да, у меня есть мать, она жива, и он его не благословил участвовать в военном походе, знаете почему? Он ему сказал так, я с детства это слышал, а вот прочитал, готовясь к эфиру, чтобы уточнить, он ему сказал, рай под ногами твоей матери, интересный ответ, тоже не всем понятно, дело в том, что согласно исламской традиции, ну, собственно, не у нас, я только что процитировал слова Христа, да, кто положил душу за другим, попадает в Царство Небесное, блажен, свят, даже в исламском традиции, если человек погиб на поле битвы, сражаясь за свою веру, я повторяю, по исламской, согласно исламскому вероучению, он попадает автоматически в рай, джанет называется, поэтому, когда они рвутся в бой, не боясь смерти, презирая смерть, то они ищут рая, не, ну, понятно, что эта жизнь временна, когда должна закончиться, и ему говорит, пророк, его пророк говорит ему, иди, возвращайся к матери, ты ищешь рая, рай под стопами твоей матери, и в исламе очень любят повторять это, рай, джанет, под стопами матерей, осознали? А теперь представьте, да, мусульманин, там, чеченец, или ингуш, или башкир, или кто-то из Дагестана, татарин, славные ребята, вот, бок о бок с русскими, русскими я сейчас имею в виду, русскоговорящим, там, белорусы, украинцы, наши русские, украинцы, с русскими людьми, природными русскими людьми, сражаются, где каждая секунда может унести жизнь, и они слышат, что вот этот товарищ по оружию, это братство-то, святое, братство по оружию, он матерится, да, конечно, он не знает того, что я вам сейчас поведал, что это хула, наприснодесто, пресвятой владычи, надзи Богородицы, просто он видит человека, который грязно, похабно, говорит о матери, своей, чужой, твоей, какая разница, а чьей, той самой матери, под стопами которой, рай находится, попробуйте, никогда не надо, это приглашение к убийству, даже не попытайтесь, оскорбить мать, какого-то восточного человека, мужчину, не советую, это всегда приглашение к убийству, добровольно, а что, те, кто мне сейчас сказали, ой, мы не знали, во-первых, знаете уже, да, и уже давно пора знать, мы ведь живем, я сейчас возвращаюсь к православному миру, созерцанию, миру ощущению, миру восприятию, мы ведь живем с вами, родные мои, в сакральном, святом круге материнства, земля, по которой мы ходим, как называется, мать сыра земля, правда, она родит нам хлеб, без которого нет жизни, без которого нет евхаристии, литургии нет, без хлеба, и в эту землю, мы когда уйдем, нас как те самые зерна, оно же зерно, когда смотришь, оно как мертвое, оно потом заколосится, зерень, жизнь ему появится, нас тоже когда-то в эту землю положат, чтобы мы проросли уже, даст Бог, если по милости Божьей, чтобы мы проросли для будущей, вечной жизни, чаю воскресения мертвых, вот главное чаяние православного человека, она свята, мать сыра земля, мне было интересно, почему именно сыра земля, а вот когда я служил в Туркмении в армии, я понял, почему мать сыра земля, потому что животворить, вот дать жизнь этому зернышку, взрастить растение, может только сырая земля, поэтому когда в пустыне встречаешь оазисы, это радует глаз, а мы тут привыкли к зелени, на наших российских просторах, ну если не брать крайний север, который я очень люблю, и понимаем, какая это святая земля, отчизна, любимая отчизна, Исаковского стихи, я с детства помню, любимая отчизна, родная наша мать. А вот на днях, вот ровно неделю назад мы отмечали день памяти и скорби, день начала войны, и перед глазами этот плакат всегда на всю жизнь, и в соцсетях они мелькали, так помним, да, женщина такая седая, так похожа на мою бабушку, она тоже сыновей провожала, и мужа, и сыновей на войну. Помните, что написано? Родина, мать зовет. И в Сталинграде, вот в памятные дни, там 9 мая, этот город называется не Волгоград, а именно Сталинград, потому что величайшая битва, которая вошла в историю. И даже в Париже вот есть площадь Сталинграда, не Волгограда. Понятно, да? Стоит вот этот величайший монумент, Родина, мать. Значит, мать – это и земля, это еще и Родина. Я постепенно вот поднимаюсь, может, надо было, ну, о Небесной Матери я сказал. Скажите, а вот женщина, которая зачала когда-то вот тебя, убогого, которого Род, как помойка, зловонный, 9 месяцев тебя выхаживал. Это ж только женщина может этот подвиг вот такой понести. Внуках тебя рожала, питала тебя с осцами, ночами не спала. Она что? Ее можно оскорблять вообще? А? Ты услышал, что говорят мусульмане о матери? А? Рай находится под стопами матерей. Ты слышишь, матершинник? Как могут? Мне говорили восточные люди, Хвазиль Малим, это учитель, да, так вот ко мне. Ну как? Почему они, русские, так ругаются? Разве можно маму оскорблять? А я хочу продолжить. А разве можно землю оскорблять? А разве можно Родину оскорблять? А у нас с вами еще Небесная Матерь, Пресвятая Владычица наша Богородица и Пресна Дева Мария. Яко не им мы иные помощницы, не иные предстательницы, не благие утешинцы, только мы тебе у Бога Матери. Когда только вот случается беда, я много лет трудился в храме помощником настоять, я видел этих людей, которые прибегали у вас такими безумными глазами и говорили, где тут Богородице свечку поставить? Русские природные люди. А я стоял рядом с иконой, причем икон-то старинного письма икона, чудотворная, вся увешанная вот этими благодарностями людей, которым она, конечно, помогла. Господь сказал, просите и дастся. Я говорю, ну она на тебя смотрит. Где, говорит он? Я говорю, вот смотрит на тебя. Мне ее надо попросить. Я говорю, ну проси. Проси. Для этого не надо обязательно прибегать в храм. Вон на севере там сотни километров вообще нет храма. Лучше, конечно, прийти, есть такая возможность, конечно. Кому церковь не мать? Бог не отец, не мои слова. Сетит Илариону Верейскому. Да? Фух. Аж сердце заходится. Ну, понимаете, не первый, не десятый, не сотый раз на эту тему говорю. Вернемся к нашей военной операции. Свято верю. Свято верю. Я всегда говорю, как перед Господом. Он все равно слышит. Если даже ты думаешь услугавить, он все равно все слышит. Что победа будет за нами. Если кто-то мне сейчас возразит, что, а как же, вот вы только что сказали. Нет. Каждый матершинник за свое похабство, за словесную грязь, грязный рот, грязный род. Запомнили? Не будет счастливого потомства, матершинник. Ни семьи счастливой, ни счастливого потомства. Светил. Гениально русский поговор. Грязный род, грязный род. Победу нам дадут. Даст Бог. Даруй Господь. Не потому, что он не услышал эти мерзкие слова в адрес своей причистой, пригласовенной матери. Он ее даст нам. Дай-то Бог. Ради матерей этих матершинников, которые все-таки в муках их рожали, и которые непрестанно, я уверен, молятся Богу о спасении своих, о сохранении своих чад. Неужели материнское сердце может не думать постоянно о своем ребенке, тем более, если он находится в районе боевых действий. Понятно, да? А еще он дарует победу ради святых наших и тех святых, которые церковь воинствующая, которые наши святые в небе, которым мы обращаем в Царстве Небесном. А еще он даст эту победу ради тех святых, которые живут, возможно, с нами по соседству. То есть, они такие скромные люди, незаметные. Мы их даже не замечаем. Вы знаете, что у нас всюду... Это ведь в Священном Писании написано. Помните? Сохранишь ли ты город, обращаются к Господу. Если хотя бы... Помните, цифра все время понижается. Даже, говорит, если 9-10 праведников есть в городе, сохраню. Конечно, ради этих праведников Господь сохранил, а не ради этих матерингов. Но у каждого будет суд. И за каждое слово надо будет ответить. Не потому, что я об этом говорю, кто я такой, а потому, что об этом написано в Святом Евангелии. Господь нам что говорит? Ибо от слов своих оправдаетесь, и от слов своих осудитесь. Сейчас, если позволите, я сделаю глоток воды. Каждый раз даю себе слово так, не волноваться, ничего не получается. Но я не могу спокойно говорить над темой, простите меня. Старец... Это Петр Морозов пишет. Старец Паисий Святогорец говорил, что матершинники на войне быстро их находит пуля. Может быть. Вот пишет Ирина Паклина. Много хороших ребят. Да не просто хороших. Вы знаете, я нерегулярно смотрю выпуски новостей. Ну, вы знаете, я какая-то часть новостей, даже стараюсь ближе к концу включить. Когда показывают портреты наших мальчиков, а для меня они все мальчики. Ну, кроме там высших офицеров. И да и те моложе меня. У меня много лет. Когда их показывают, знаете, таких стачек, воротники, в форме, и рассказывают про их подвиги. Сегодня рассказали, я слушал командир батальона, в котором 26 лет. 26 лет. Он посмертно ему присвоено звание героя связи. Он мог бы, как сказал один из его солдат, мог бы отсидеться в штабе, но он сказал, я не могу, я должен спасти ребят. Понимаете, как на их лица. Это самый красивый мужчина на свете. Да преобладающий большинство, конечно. Но есть вот такое заблуждение. Ведь те слова, которым я взял название нашего прямого эфира без мата и автомата не бывает. Нет, победа русского солдата. Это мне ведь прислал Демин Валерий Ефимович как слова офицер. Понимаете? А они получают пленку новостей с Донбассом. Это невыдуманное. Так. Кто-то пишет? Земля 20-22. Мне больно, что наши единоверцы, Грузия, Греция, Болгария воюют против русского мира. Сказать, что больно, это ничего не сказать. Обратите внимание, вот вы очень точно подметили, да, что ведь и болгары, и грузины, и греки, это не просто христиане, конечно, абсолютно, это православные христиане, с которыми мы причащаемся. У нас евхаристическое единство всегда было. То есть, мы могли всегда войти в грузинский храм, греческий, болгарский, и причаститься к святых христовам. Более того, я сейчас не о грузинах говорю, я сейчас хотел бы сказать несколько слов просто о болгарах и греках. Ведь, если бы не русское вмешательство, ну что значит, они не в ООН выступили там, тогда и ООН не об их защиту, а просто жертвенное участие русских. Болгарская земля полита кровью, пропитана кровью русских солдат. Это и плевна, и шибка, это подвиги во главе, конечно, с удивительным человеком, генералом Скобелевым. Все забыли. Да не было бы, может быть, уже давно таких наций на свете. Короткая память. Но на этот случай, если помните, я приводил вам и печатал в соцсетях пророческие слова Федора Михайловича Достоевского. Сейчас кратце просто скажу. Вот удивительно ведь пророчество, когда он об этом сказал, что у русских никогда в их истории не было, нет и не будет более злых врагов, чем те славянские народы, обратите внимание, славянские народы, которых русские когда-то освободили ценой своей крови от рабства. Вот я понимаю, что душа возмущается, ну как? Значит, есть вещи, помните, кто-то хоть как-то помнит математическую, математику, хотя в школе, это не было моим любимым предметом, но какие-то вещи я запомнил. Вот мне очень нравится, есть такое понятие, аксиома, да? Аксиома. То есть это надо просто принять и это не нуждается в доказательстве. Когда я был, уже не раз говорил вам, что меня не мама воспитала, а бабушка по отцу, мудрейшая женщина. И она, вот, когда вот речь заходила о подобных проявлениях, не только в политике, но в жизни, она всегда произносила азербайджанскую поговорку, сейчас переведу на русский, у сироты спросили, кто твой враг? Вы знаете, что ответил сиротан? Тот, кто дает мне хлеб. Тот, кто кормит меня. Кормилица. Вчера я верен им позабочил. И я помню, как моя детская душа всегда возмущалась. Ну как? Ты должен быть вечно благодарен этому человеку. Нет? Нет. Вот, возможно, это одно из... Спасибо вам за ваш комментарий. Возможно, это и есть одно из проявлений, печальных проявлений нашей вот этой ущербности. Вот, как продолжение той самой великой трагедии, которая случилась в раю, когда вот человек... Люси 510-19-66. Прямо такой целый шифр. Простит ли Господь тех, кто во время войны закрывал с собой амбразуры, явно не с молитвой в те времена? Вы меня за кого принимаете? Вы знаете, какое дело? Тут каждый день вот и себе говорю, и с ближними говорю на тему. Мы привычно в молитве повторяем вот эти слова, что Господь всемилосердный, всемилостивый. К слову, в этот момент присутствует и у мусульман тоже. Самая первая сура в Коране, она самая короткая. Я вот читал эту книгу в отличие от очень немалого числа мусульман, которые не читали. Ну, такая беда, как у нас, у нас все читают Евангелие крещённое. Так вот, самая короткая первая сура, она начинается вот с этих слов бисмилляхи рахман и рахим. Бисмилляхи это своими. Да? Господа милостивого рахман и рахим по-арабски. Это значит милостивого и милосердного. Понимаем, да? Что везде присутствует, что Господь милостив и милосерд. Он милостивый и милосерд хотя бы потому, Люси, что он даже меня терпит. И не просто терпит, а как-то удивительно любит, потому что каждый день осыпает меня радостью. С утра и дабы... Понимаем, да, какое дело? То есть наши отношения... Мы же как? Мы же привыкли вот к этой системе. Вот сейчас каникулы, то и дело слышу. Вот если ты там вот... Помните, как мы своим детям говорим, которых мы что любим? Вот если ты четверть захочешь хорошо, я тогда тебе там куплю какую-то там путевку. Если захочешь там к Новому году там хорошая оценка у тебя будет, то мы поедем там в Москву там на елочку. Я куплю тебе вот такой... Значит, если ты, то и я. И мы к этому привыкли. И мы считаем, что это хороший родитель. А плохой это тот, кто вообще ничего не покупает своего ребенка, да? Вот если бы Господь со мной, вот со мной, я сейчас о себе говорю, это же честно, общался бы, вот не дай Бог, по этой схеме, я бы сидел бы голый и голодный давно, понимаете? Вот так. Поэтому, что значит простит? Нет, а давайте произнесем этот замечательный христианский постулат. Нет греха. Не слышите? Нет греха, который может превысить милосердие Божие. Просто, ну, мы такие люди, нам это трудно даже представить. Сын сказал, мама, это им тяжело, а я с Богом. Это Инна Паклина. Да, да. Оксана, девчонки, добрый вечер, добрый вечер, Оксана. Спасибо, Господь, за ваше горячее слово от горячей Божьей силы сердца. Низкий поклон. Я вам тоже кланяюсь, милый мой. А как? Вот здесь не могу сейчас, сейчас. Я же на двух экранах. У меня и ВКонтакте, и Инстаграм, поэтому я лавирую, лавирую, хочу вылавировать между двумя телефонами. Ирина, Господь простит наших мальчиков за мат, ибо они не ведут. Вы знаете, вот я часто повторяю, Инна, спасибо, миленькая. Я часто вот памятую, памятую, всегда памятую эти слова, которые Господь сказал с Голговского креста. Он сказал, попросил. Знаете, вот мы говорим о матершине, когда такая мерзость, а тут люди стоят и распинают его, издеваются, и издеваются даже над распятым. Это вообще, это уже пробитое дно вообще. О какой нравственности, о какой человечности можно говорить? Издеваться над распятым, над казненным. Мучительно, да? И, казалось бы, вот так он ресничками бы, Господь так вот, ресничками бы сморгнул, вот так, взмахнул. И все, и стер бы все это человечество, неблагодарное человечество. А он, видите, он просит еще отца, говорят, прости их, ибо не ведут, что творят. А мы ведут, что уже помощники показывают, что остается мало времени. Я, знаете, что хотел бы, мои хорошие, я тут, вы же так активно участвовали до начала, присылали комментарии до начала эфира в соцсетях. Я хочу некоторые презентировать. Татьяна Жукова написал, священник Валентин Бирюков написал непридуманные рассказы «На земле мы только учимся жить». Там есть рассказ про мат и молитвы во время боя. Кто матерился, все полегли. Остался в живых один артиллерийский расчет из пяти православных ребят, воюющих с молитвой. Елена Черкас пишет, есть рассказ одного офицера о войне в Чечне, когда боевики окружили наших воинов и стали кричать Аллаху Акбар, наши вырвались из окружения с криками Христос воскрес. Конечно, конечно. Илья Ямонов пишет, очень интересно, на самом деле матерщинники гибли в первую очередь, это сами деды-фронтовики говорили. Мой дедушка тоже воевал, но не матерился, слышите, никогда в жизни. Человек прошел войну. Татьяна Третьякова пишет об этой же книге Бирюкова от священника «На земле мы только учимся жить» и пишет, «Он прошел, батюшка, всю войну, был оттелерист, в расчете были верующие люди, они не матерились, так они сразу решили, за всю войну ни один из них убить не был, хотя были ранения». Никон Волк называет себя «Бог-вседержитель правит миром видимым и невидимым, и от него зависят победа или поражение, жизнь или смерть, все в его руках». Скверные слова не подобают христианам говорить. Конечно. И вот Александр, вот есть друг, который называется Александр Сергеевич Пушкин. Как, а то подумайте, что мне Пушкин, скажут, у меня канал открыт, мне Пушкин присылает оттуда Александр Сергеевич, мой дорогой. Это его тезка, так называемая. Вот, ну, слова пишет правильные. Как посмотришь сводки военные, очень много мата и с той, и с нашей стороны, и местные, мирные, и военные. Может быть, поэтому так калашматит Донбасс. Я, кстати, тоже постоянно об этом думаю. Жертв много, жертв много. И вот Дмитрий Кретов пишет, победа только с верой и оружием. Мат это срам и стыд. И, конечно, замечательный комментарий, вот им я и завершу. Ильи Ямонов это все из сети ВКонтакте. Мат и аборты, скок, проклятие и убийство это самое страшное явление. И попробуй с этим не согласиться. Вот так. Ну, что ж, наш эфир подходит к концу. Я очень хочу его сохранить. Мне сегодня написали в комментарии до начала эфира люди с Дальнего Востока поседачи не взяли начать пораньше. чтобы мы люди на Дальнем Востоке я там был очень люблю эти края. А всю Россию люблю. Я все изъездил, слава Богу, и даст Бог еще поезжу. Если получится. Если будет такая возможность. Миленький, вот при всем желании не получится, потому что если я буду говорить для каждого часового пояса, это может себе позволить телеканал Россия. Да? В каждом часовом поясе вещать. Ну, что делать? Смотрите в записи. пока так. Хорошо? Храни вас Господь. Давайте помнить, памятовать слова святого пророка, царя и воина, священника Давида из одного из псалмов. Положи, Господи, охранение устам моим. Храни всех Господь и Пресвятая Богородица. Аминь. С Богом и остаемся. С Богом Dolls. Продолжение следует...